Всем привет! Помните ролик про выбор айфона на 2022 год? Там говорилось, что 12 и 11 классные варианты, но только подойдут они разным людям. Сегодня разберемся в этом подробнее, посмотрим насколько 12 дороже и лучше, если он лучше, а также я целый час еду на машине в поисках дремучего леса, айфоны лежат в снегу, я рисую карандашом на фотографиях и кое-что еще, так что лайк, подписка, комментарий и погнали смотреть. Начнем с ощущений. 12 айфон легче, официально на 32 грамма и это чувствуется. Хотелось сказать, что у 11 такая благородная тяжесть, но на самом деле это у 12 благородная легкость, потому что он умудряется быть мощнее, давать больше возможностей и при этом меньше весить. Зато 11 айфон удобнее лежит в руке, эргономичнее, потому что закругленные грани. На стороне 12 цепкость хвата, тем самым людям, которым угловатость мулит руку, этим же людям, она цепляется за ладонь и не дает им потерять айфон, особенно это все актуально без чехла. А еще 12 айфон свежее выглядит, у него тоньше рамки вокруг экрана и плосок грани. Посмотрите прямо сейчас на смартфоны. В 12-м видна только рамка вокруг дисплея, а в 11-м еще и боковые грани проступают. А теперь представьте, что в наших странах популярны 11 айфоны в черном цвете. В результате металлический корпус будет по цвету сливаться с боковой рамкой и грань вокруг дисплея станет ну совсем толстой. В общем, 12-й спереди, конечно, интересней. Экраны у смартфонов по размеру одинаковые, по форме почти одинаковые, отличаются только углами. У 12 айфона они более скругленные, более пологие. А вот по технологии экраны совсем разные, потому что в 11-м IPS, в 12-м OLED. И я хотел вам показать, как эти дисплеи ведут себя в жизни в разных ситуациях. Поэтому сейчас пойдем на улицу. Два айфона под ярким солнцем на снегу. 11-й айфон справа, 12-й слева, на 12-м кое-что видно, а на 11-м почти ничего. В обоих случаях смартфоны яркость сами выкрутили на максимум, так что вот это все же на что они способны. Условия очень сложные и 12-й, ну, в принципе, нормально. 11-й плохо. И вот вам первое явное отличие OLED от IPS. Хотя яркость формально одинаковая, максимальная, 625 кандел на метр квадратный в обоих случаях, но 12-й айфон, ну, заметно ярче. Правда, заметить там можно кое-что еще. Полосу, которая движется по экрану, но, имейте в виду, ее видно только на камеру. В жизни вот эта штуковина не замечается. Теперь другие погодные условия. Теперь пасмурно. И 12-й айфон опять показывает себя лучше. Правда, уже не настолько ощутимая разница. В обоих случаях автояркость на смартфонах и, ну, 11-й смотрится не так интересно, но все-таки его достаточно. Теперь переходим в домашнее условие или условие помещения с искусственным светом. Скорее всего, именно так большинство из вас чаще всего будет видеть смартфон. И знаете что? Изображение на 12-м айфоне, конечно, прикольнее, потому что OLED, ну, он в целом красочнее, чем IPS. Он в целом прикольнее, интереснее. Эта технология, за которой не то что будущее, за ней уже настоящее. Но все-таки под мои ощущения и под мои глаза 11-й айфон не подводит. Да, он хуже, но все-таки он достаточно хорош, чтобы мне с ним было комфортно. Я без проблем могу целый день ходить с 11-м айфоном, но у меня нет задач перехваливать, поэтому сейчас следующий тест в темноте. Вот так выглядят айфоны. И это уже стихия 12-го. Потому что черный цвет на IPS-дисплее в 11-м, он, ну, будет не совсем черным. Смотрите. В тех местах, где изображения вроде бы нету, 12-й айфон выдает максимально черную картинку. На 100% черную. А 11-й, ну, скорее темно-серую. Другое дело, что замечать вы это будете только в темноте и, скорее всего, только при полном сравнении. То есть, очень редко или никогда. И еще нюанс, который замечаешь только с опытом. Если человеку, который до этого не держал 11-й и 12-й айфон, дать их, то, скорее всего, он сразу заметит разницу в качестве картинки. Он скажет, что на 12-м она интереснее, чё-че, но... Где-нибудь через полчаса, скорее всего, а к концу дня практически наверняка, разница улетучивается. И человек спокойно пользуется и 11-м, и 12-м. И, кстати говоря, я знаю людей, которые переходили с 11-го или с 10-й, у которого практически такой же дисплей на 12-й, и говорили, что ничего не ощутили, не кайфанули совсем. А еще, примерно раз в месяц, мне приходит комментарий от людей, чувствительных к шиму. Видите полосы, которые идут по экрану снизу вверх? Я глазами их не замечаю, но камера видит. А есть люди, которые замечают шим глазами, и от этого им просто невыносимо пользоваться OLED-экранами. У них раньше был iPhone 8+, 10, R11, в общем, что-то с IPS. Они покупают себе 12-й, вынуждены потом его продавать и брать 11-й. Зато другая страшилка про дисплей iPhone 12 не актуальна. Я имею в виду выгорание. Проданы миллионы 12-х айфонов. Они уже давно в использовании, и массовых жалоб по этому поводу не приходят. И знаете что? Когда только появились OLED-дисплеи, то выгорание, ну это было довольно частая штуковина. А сейчас, если только вы не нарветесь на какой-нибудь выставочный, витринный образец, который стоял с постоянной картинкой сутками, неделями, месяцами напролет, если вот такой iPhone вам не попадется, тогда, скорее всего, все будет окей. Следующий тест, который я задумал для айфонов, был на прием сигнала, на уверенность приема сигнала и на скорость работы в интернете. Все дело в том, что в 12-м айфоне стоит модем от Qualcomm, а в 11-м от Intel. И вроде как первый, он интереснее, круче, быстрее. Так что я начал искать место, в котором 11-й айфон не будет ловить, и я хотел достать из него сим-карту, поставить в 12-й и посмотреть, чего будет. Сразу скажу, в городе я таких локаций не нашел, так что пришлось ехать дальше. Примерно час. И вот мы в дремучем лесу. Здесь есть кабаны, лоси и, может, даже несколько медведей. 11-й айфон в таких условиях не ловит. На той же самой сим-карте 12-й айфон показывает два деления. Правда, только 3G, но этого все равно достаточно. Два деления, уверенный прием сигнала. Давайте попробуем интернет. Сайт Apple. Несколько попыток, чтобы максимально исключить случайность. Очень уверенно. Очень уверенно ведет себя 12-й айфон. И вроде бы это победа, но с другой стороны, а как часто вы будете забредать в дремучий лес? И будете ли вообще? Наверное, важнее, более жизненной, будет следующая часть эксперимента. Как эти смартфоны работают в городе? Несколько раз загружаем сайты, чтобы исключать случайность. К моему удивлению, в 3 раза из 3-х 11-й айфон оказался быстрее. Буквально на чуть-чуть, но быстрее. И также обратите внимание, что 12-й лучше держит сеть. У него максимум делений на протяжении всего теста, у 11-го чуть меньше. Поскольку результаты теста меня удивили, то я решил протестировать то же самое на приложении YouTube. И здесь уже 2 раза из 3-х быстрее оказался айфон 12. Разница незначительная, в жизни смартфоны ощущаются максимально одинаковыми, максимально быстрыми и комфортными. Но я все-таки решил сделать еще один тест. Синтетическое приложение. Замерял трижды на одной и той же сим-карте, и скорость скачивания быстрее оказалась у 12-го, а скорость загрузки у 11-го. Теперь тест автономности. У обоих смартфонов состояние аккумулятора 100%, они полностью заряжены. И первое, что я сделал, включил на 1 час ролик на YouTube. После этого у 11-го айфона осталось 99%, у 12-го 96%. Затем я скачал, установил и прогнал тест Antutu. После чего у 11-го 88%, у 12-го 87% заряда. Затем скачал, установил и час использовал навигатор. В конце осталось по 77% у каждого смартфона, а затем они целый час просто лежали, без дела. 11-й так и остался на 77%, у 12-го 76%. Потом я целый час снимал 4К-видео на 30 фпс, и 11-й айфон разрядился до 51%, а 12-й до 47%. Таким образом они разрядились примерно до половины. То есть, когда 12-й выключится, то у 11-го останется где-то 8, максимум 10% заряда. Прямо здесь должен был быть игровой тест, но в процессе я понял, что смартфоны работают абсолютно одинаково. Любые программы, в том числе тяжелые, идут на них замечательно, на максимальных настройках и без всяких проблем. Единственное, где сказывается разница в производительности, это скорость открытия больших приложений, прямо сейчас вы видите сравнительный тест. Я ускорил процесс в середине, но на конечный итог это никак не повлияет. Буквально в несколько секунд есть преимущество у 12-го айфона, и в жизни это вообще не решает. Я даже задал этим смартфонам по-настоящему сложную задачу. Вот это ROM Total War, игруха, которая давно выходила на персональных компьютерах, потом тоже давно, была портирована на iOS, и здесь можно создать кастомную битву, напихав туда просто дикое количество юнитов, я так и сделал. А потом в этой битве можно ускорить время, там есть нормальное, быстрое и совсем быстрое. Но и здесь, блин, смартфоны ведут себя одинаково. На всех настройках, за исключением самого быстрого времени, они работают замечательно, а на самом быстром тормозят оба. Так что производительность в реальной жизни у 12-го и 11-го айфонов ощущается абсолютно одинаково. Цены. Я живу в Белоруссии, поэтому не удивляйтесь, рубли будут белорусские. БУ 11-й айфон в хорошем состоянии можно найти за 1150 рублей, это примерно 440 долларов. БУ 12-й айфон в таком же хорошем состоянии от 1600 рублей, то есть от 615 долларов. Зато голуби, мне нужно за голуби. Эти смартфоны запросто продаются новыми. В этом случае 11-й будет стоить примерно 1615 рублей или 620 долларов, а новый 12-й 1960 рублей, около 750 долларов. То есть получается, что новый 11-й айфон стоит примерно столько же, как БУ 12-й в хорошем состоянии. Сравнение камер на солнце, без солнца и вечером. В большинстве случаев кадры получаются максимально одинаковыми и максимально классными, что самое главное. Как, например, здесь, на основной модуль или тут, на сверхширокоугольный. Очень приятные картинки, здорово на них смотреть. И чтобы найти отличия, придется действительно стараться. Придется найти кадр, как вот этот, где есть максимально светлый объект снег и одновременно тень. И когда эту тень кропнуть, то уже заметно, что 12-й айфон отработал чуть лучше, у него там чуть светлее изображение. Теперь максимальное увеличение дальнего плана, 2600х приближение, детализация получается. Ну, я бы сказал, примерно одинаковый. Но при этом шумов у 12-го точно меньше на небе. Но опять же, если экстремально не кропать, если рассматривать картинку такой, какую ее сделал айфон, то разницы в шуме точно незаметно. Пасмурная погода. Здесь у 12-го айфона кадры получаются чуть светлее, чуть теплее. Тут на вкус и цвет, смотрите, чего вам больше нравится. А вот этот кадр нужен для того, чтобы его кропнуть. Сначала посмотрим на дерево. Это темный объект на в целом светлом фоне. И 12-й должен был дать лучшие детали, но мне кажется, что наоборот, лучшие детали получились у 11-го. Этот же кадр, увеличение, но на этот раз на доме. Я бы сказал, что в эту часть уже лучше отработал 12-й. Короче, кадры днем получаются максимально близкими и максимально классными в обоих смартфонах. Видео. И здесь тоже, на мой взгляд, особо разницы нет. Это 11-й айфон, сейчас перейдем на 12-й, перешли. Это уже снимает 12-й, по-моему, одно и то же. Темное время суток. И конкретно в этом случае оба смартфона ночной режим не задействовали. Они на автомате снимали, решили, им не нужны специальные алгоритмы. У 12-го айфона получилось больше деталей, светлее небо. И в целом из этих двух кадров я бы выбрал именно то, что сделал 12-й. Следующий кадр уже снимался с ночным режимом обоими смартфонами. И на переднем плане чуть больше деталей у 12-го айфона. А вот надписи, они более естественными получились у 11-го. Не скажу, что он идеально попал, потому что надпись гипо была ярко-оранжевая, а Дед Мир такая синяя, насыщенно синяя. Но все-таки чуть ближе по цветам именно 11-й айфон. Еще один кадр с разной цветопередачей. Визуально холоднее картинка у 12-го, теплее у 11-го. Увеличиваем и, ну даже не знаю, выбирайте, что вам больше нравится. Мне то, что сделал 12-й айфон. А вот эта фотография с однородно-темным небом нужна для того, чтобы посмотреть, у кого будет больше шумов. Увеличиваем, это большой кроп и, да, у 12-го айфона картинка не такая шумная. Сверх широкоугольная камера. У 12-го есть алгоритм для ночной съемки, у 11-го нет, поэтому качество фотографий существенно отличается. Но с другой стороны, 12-й айфон хотя и лучше снимает на сверх шире, но все еще недостаточно хорошо, чтобы им уверенно пользоваться. Переходим к просмотру видео. 11-й айфон, с него начинаем. Переходим на 12-й, чуть-чуть буквально лучше. Чуть интереснее картинка, но это заметно только при прямом сравнении. Ну вот и все, пора подводить итоги. Производительность у обоих смартфонов отлично. Камера у обоих смартфонов отлично. Экран лучше у 12-го айфона. Батарея, автономность лучше у 11-го айфона. Прием сигнала лучше у 12-го айфона. Но самое главное, что и тот, и другой смело можно брать. Я бы себе взял 12-й. Ну а для человека, который только хочет попробовать экосистему, который не знает, а нужен ему вообще айфон, или обратно на андроид возвращаться. И вот так, чтобы и кайфануть, и почувствовать по полной, и при этом денег потратить как можно меньше, ну тогда лучше 11-й айфон. А если хочется максимум, да еще и за разумные деньги, ну тогда 12-й. Спасибо, что провели это время со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорого!